привет программист 1с в этом уроке начинаем разработку фронт-энда для джанга разрабатывать мы его будем на наx3 css библиотеку возьмем в utify 3 там в принципе все компоненты необходимы нам появились также будем использовать модуль для gvt аутентификации поставляемый стандартно с проект для того чтобы создать проект у вас должно быть на компьютере установлен но gs надеюсь найдете где его установить то есть заходите вписывайте в поиске нод там скачивайте установщик и устанавливать у меня стоит 8 18 версия принципе для 3 на кста это вполне подойдет теперь для того чтобы после установки ноды но gs нам необходимо также выполнить команду нашего проекта инициализация npx наx и и нет и называем как будет называться наш проект я вон просто назову фронт наш проект был установлен нам говоря что нам надо перейти в папку фронт то есть пишем сиди фронт переходим в нашу папку и выполняем установку всех пакетов выполняем команду npm install все установка всех пакетов была произведена теперь открываем webstorm и в ней открываем наш проект вот так вот выглядит наш начальный проект давайте создадим сразу конфигурацию для запуска нашего проекта открываем редактирование конфигурации добавляем новую конфигурацию выбираем npm здесь выбираем ран скрипт выбираем для разработки у нас наименование вводите какой уходите я также ставлю adf нажимаем apply и окей все у нас появляется конфигурация запуска давайте я запустим наш проект посмотрим что у нас будет со вначале сейчас он скомпилируется и будет доступен по одному из вот этих вот адресов запускается локальный сервер который будет автоматически нам обновлять нашу страницу давайте откроем нашу страницу вот по этому адресу вот так вот выглядит наш демо проект то есть самая начальная страница здесь нах добавила свою консоль разработчика наверное интересная вещь возможно мы ее будем использовать итак окно оставляем давайте теперь посмотрим остановлю наш проект здесь у нас есть точка входа app . view именно отсюда начинается у нас вся разработка и вот next welcome это и есть наш то что мы сейчас видели на экране если мы сейчас это уберем и напишем там допустим просто тег h1 наберем главное то как раз мы это самое увидим давайте просто еще раз запустим и посмотрим как изменился у нас наш проект все у нас здесь только главное больше ничего нету то есть тот компонент мы удалили далее для того чтобы нам разрабатывать мы можем в принципе писать весь код здесь в одном файле но это очень неудобно конечно же у нас то есть другие механизмы если вы смотрели начало курса то помните что с помощью pages мы можем создавать маршруты и внутри этих папок который будет располагать располагаться в папке pages мы будем размещать наши страницы кодом и все в принципе это будет достаточно структурировано чтобы эти страницы отображались нам начало необходимо расположить next layout это специальный компонент внутри которого мы уже будем отображать все необходимое но это еще не все нах слоя вот позволяет нам применять разные шаблоны к страницам мне это больше напоминает рабочую область начальной страницы 1с и вот что теперь будем мы внутри применять шаблоны мы также потом посмотрим как делать и теперь мы можем добавить уже специальный компонент который будет отображать наши страницы контент наших страниц называется этот компонент у нас по next page то есть внутри next layout of то есть наших шаблонов будет у нас отображаться next page шаблонах я думаю мы потом разместим меню который будет доступна на всех страницах а next page уже будет генерировать код непосредственно каждую страницу теперь мы давайте создадим pages папку сразу же новую папку pages теперь для того чтобы нам отобразить нашу главную страницу который будет у нас сразу же запускаться при старте приложения создадим новый view компонент index.view здесь у нас сразу шаблон нашей страницы это грубо говоря как форма 1с скрипт это как модуль форма 1с ну и стили это как стилизация 1с сюда сразу накину немножко стилей не обращайте внимание потом мы их конечно же уберем эти стили применят нам сделают нашу страницу темнее то есть она будет у нас темная для того чтобы у нас когда будем между окнами переключаться не было скачков от светлого слишком темному к светлому мне это прям напрягает когда так получается иногда правда забываем забывают сделать здесь мы вверху разместим опять же просто надпись главное создадим корневой тег div тег div это грубо говоря необходим для того чтобы у нас в комплейте должен быть один главный тег а внутри него все должно располагаться такая такие уж правила и теперь здесь мы расположим тег h1 внутри него главное и в принципе все у нас должно будет заработать скрипт мы отсюда вот это все почистим мы будем использовать composition api то есть она будет сильно отличаться от того что мы разрабатывали в начале курса но кому-то может быть будет и попроще конечно же все это я буду объяснять давайте запустим еще раз наш проект принципе мы могли не отключаться прелесть как раз в этой веб-разработке то что сервер при любых изменениях автоматически нам перезагружают страницу вот наша страница вот она у нас теперь темненькая вот наш текст главное давайте поменяем просто здесь вот главное один сохранимся вот у нас наша страница обновилась заходим сюда вот все у нас обновилась то есть в онлайн режиме все у нас обновляется принципе сейчас наш проект минимально готовый он рабочий и дальше мы уже начнем разрабатывать но прежде чем мы начнем делать именно интерфейсную часть нам необходимо разрабатывать разобраться живите аутентификации с этим новым плагином который очень сильно отличается от того что было во второй версии на кста прям кардинально и я вам все досконально буду объяснять давайте всем пока до следующего урока урока